Всем привет! Мы, группа Папин Олимпоз, сегодня поем для вас и общаемся с вами. На стороне FM, между прочим. Все очень просто. Это Иван-1, это Иван-2. Я бас-гитарист. Нет, вообще ни капли. Ладно, если серьезно, то девушка слева, для меня справа, если что, я. Так, слева ее зовут Елизавета, это наша клавишница. Дальше сидит действительно бас-гитарист группы Папин Олимпоз. Это звание он неоднократно пытался оспорить. Терял. Леонид Алешин, мой прекрасный одноклассник до сих пор. Прекрасный одноклассник. Меня зовут вашего покорного слугу Давид Сыфулоев. Это Даня Сущенко, и он девственник. И сегодня мы хотели бы обсудить эту тему, потому что это очень грустно быть. Быть артистом, быть довольно известным человеком в индустрии музыки. Как бы, как вообще получается, чувак? Следующий вопрос, можно? О Давиде по одной особенности. Прошу начать, Леонида. Он знает Давида дольше всех. Давид не толстый. Нет, абсолютно не толстый. Давид очень ранимый. Да, у меня разбито сердце очень давно. Я не могу и не хочу жить на осколке, да. Давид очень часто дрочит. Да, нет, потому что. Потому что сердце в клочья. Песней достаточно много. Самые главные свои работы, я считаю, песню «Туннель, что под холмом». Это очень красивая метафора. Очень красивая метафора, к которой я пришел, впав в некоторого рода транс, сексуала. История, которая может примерить на себя абсолютно каждый человек. Кроме Данила. Кроме Данила, потому что он девский. В общем, да. Ну, история заключается... Это история о очень-очень сложном пути. Очень сложном пути становления личности. Ведь каждый человек рождается абсолютно чистым существом, не ведающим таких вещей, как боль, или предательство, или ложь. И, к сожалению, каждый человек сталкивается с такими вещами. И очень больно осознавать это. Это так вот называется? Да, чувак. Это вот это все описывается, так происходит? Да, да. Нет, секс — это прикольно, чувак. Я боюсь еще сильнее. Я понял. Нет, господи, ложь. Зачем врать, я не понимаю. Люди, которые допускают ложь в своей жизни, это люди, недостойные нашей группы. Не слушайте нашу музыку, если вы врунены. И, в общем, песня об этом. Песня о том, как человек сталкивается со всевозможными обстоятельствами, удручающими его жизнь. Удручающими кайфовое слово, так сказать. Да. Даня нас понимает. Даня. Хорошо. Вот. И это все... Все... Все это красивая история, она просто рассказана путем обложения красивой метафоры о члене. История о том, как член сбежал от хозяина, потому что хотел найти свой дом. Когда-нибудь такое будет. Да. Надеюсь, не придется убегать. Слушайте, ну вообще-то мы играем панк-рок периодически. А так, конечно, мы сопливые песни для девочек пишем. Особенно моя самая любимая песня, которая называется «Темно-оранжевый закат». Дело в том, что она была написана... Она была написана в момент, когда у меня разбилось сердце. Я не могу сейчас об этом говорить. Но если только азиатка какая-нибудь или мулатка, возможно, может повлиять очень хорошо на мое разбитое сердце. Нет, но на самом деле мы играем панк-рок. Панк-рок... Я играю панк-рок, потому что я люблю панк-рок. Очень явно делил для себя всю вот эту атмосферу панк-движения. Это же всегда протест. Это же всегда вот это вот я делаю все, что хочу. Мне на все наплевать. Это все очень круто. Это все очень круто. У нас, кстати, есть очень прикольная теория. Очень, очень... Жанр панк-рок в последнее время достаточно прогрессирует в нашей стране. И вот как-то... И все очень любят делиться историями. Ну вот наши там, не знаю, коллеги, конкуренты очень любят выкладывать всевозможные видео, где они там на гастролях разбивают стаканы, говорят кому-то грубые слова. И мы такие в какой-то момент задумывались, а почему мы этот материал не дистрибутируем никуда? Это же прикольно аудитории своей показывать, что происходит. И пришли к тому, что очень стыдно, потому что мы действительно, ребята... Если мы веселимся, веселимся громко. Я недавно... Вот, в общем, еще одна история. Недавно мы с нашим барабанщиком... У нас был концерт в Казани, и пришлось работать два концерта в день. Мы очень устали, и когда я пришел в гостиницу, мы жили с Данькой в номере, и в мою голову упустила мысль, а давай сделаем из этого гостиничного номера пустую коробку. Вот, и мы выкинули все в окно. И это плохо, отвратительно, и клянусь, в этом не было никакой панк-истории, никакого панк-движения, это было просто... Ну, просто снесло крышу. Вот, и как бы... Кичица... Кичица... Оху... Слово. Кичица с такими вещами, ну, это абсурд. Это мувитон, я считаю. Вот, и поэтому... Ты сейчас рассказал это. Я рассказал это, да, потому что я... Понимаю. Понимаешь? Чувак, поэтому я не девственник. Давай не будем начинать конфликт в группе. Плакать будем. На почве этой, да. Вот всю вот эту движуху вокруг панк-рока, и я очень сильно делюсь именно основополагающими вещами касательно панк-рока, это самой музыки. И мне очень нравится жанр музыки панк-рок. Я питаю от него энергию, которую мне хочется питать. Слушайте, я на самом деле не знаю, что происходит в плане музыки нигде. Мы очень самобытная группа, мы не дружим ни с кем. С нами никто не дружит почему-то. Не знаю почему-то. Всем, кто с нами не дружит, привет большой. Вы очень многое теряете. Например... Телевизоры. Хорошее интервью. Ну, я не знаю, но в Волгограде тоже есть музыка, наверное, кроме нас. Найти выход есть в Волгограде. Прекрасные стихи. Я люблю стихи найти выхода. Это очень грустная тема. И, наверное, все, что я могу сказать, я как представитель, как лицо данной команды, лично, мне очень грустно. Тут тоже можно развить тему, потому что... Есть такая тема, как шоу-бизнес и зарабатывание денег. И чтобы заработать больше денег, люди иногда занимаются не искусством, а... Чувак. Не то. Потрога. Люди иногда занимаются торговлей. То есть они делают так, чтобы как можно большее число людей затронуть. А большее число людей как бы не отличается особым вот этим фильтром, который ведет их только исключительно в саморазвитие. И поэтому современная музыка, она в своем большинстве лично меня заставляет грустить. Но не вся. Есть очень много прикольных команд. Например, группы Космонавтов нет, конечно же. Космонавтов нет. Супергруппа. Ну, слушайте, но из MC, наверное, я могу отнести вот к единственный человек, который я могу назвать кумиром. То есть я вырос на этой группе. Группа Нервы очень хорошая группа. Она занимала в моей жизни какой-то промежуток очень-очень увесистый и очень много повлияли на меня песни Жени Мельковского. Мне очень нравится песня Жени Мельковского. Привет, Женя. У меня даже набита татуировка с логотипом группы Нервы. У меня много татуировок с логотипами группы. У меня такая фишка с татуировками. Я хочу на себе на теле собрать кучу вещей, которые вот на момент моего роста-роста-роста-роста и постепенного моего пути к смерти, который я очень жду, очень жду. Ребята, очень жду. Знаешь, что я не знаю. Вот, в общем, хочу оставить на себе следы своей жизни. И у меня также есть логотип моего любимого альбома группы NozyMC, который называется «Новый альбом» 2012 года. У меня обложка альбома группы My Chemical Romance «Черный парад». Вот здесь вот. И вообще татуировки — это прикольно. Вот как только закончится место, я перестану бить татуировки. Начну выводить новую породу собак. У тебя есть еще голова, побрежься на лысо, где здесь будет Ака-47. Он тоже повлиял на всю жизнь. Речь шла, речь шла о том, когда... А Джарахов нравится. Джарахов очень, да, нравится. Я считаю, что мы со многим еще не знакомы с большим количеством исполнителей, музыкантов в России. Я также открываю для себя много разных жанров, например, альтернативная музыка или вот электронная музыка. Я посмотрела недавно интервью с солистом группы СБПЧ Кириллом Ивановым. И таких музыкантов, таких личностей мне хочется, чтобы их было больше в нашей индустрии. Его очень много и сложно не заметить. Я ничего для себя не открывала. Лиза каждый день открывает Моргенштерна. У нас эксперт по открытию Моргенштерна в группе – это Лиза. Лиза на самом деле очень стесняется, но как только не зайдешь к ней в гости, там постоянно... Ну да. Постоянно. К сожалению. Я люблю Моргенштерна. Салуки. И свою машину, да? Да. Про современную музыку? Много секса. Много секса. Много секса очень. Очень много секса. Нельзя никогда брать свою аудиторию какими-то фишками, типа «О, я матерюсь, я курю, бухаю», там, и вообще это отвратительно. Ничего в этом крутого. Трахаюсь. Трахаюсь? Не трахаешься, чуваки, да? Дело в том, что неинтересованная лексика – это своего рода прием передачи той или иной эмоции. Я всегда говорил, что если я ***, я не могу сказать, что я устал. Это в абсолютно разных состояниях меня. И поэтому точно так же и в песне. Если ты хочешь донести именно ту эмоцию, то заменять это нецензурное слово не за никакого смысла, я считаю. У Давида это очень гармонично получается. Да. В песнях. В песнях. Сочетать в себе. Сочетать. Матюкаюсь. Дай бог. Я вообще матершиник жесткий, на самом деле. Я вообще... Жесткий. Я жесткий. Я, наверное, могу сказать, что то, что я говорю, позволяю себе в своих песнях использовать эти или иные слова, оно никак не мешает на меня равняться представителям моей аудитории. Потому что, повторюсь, что несназурная лексика – это способ передачи эмоций, которые я хочу передать. Вот играли в Питере и в Москве недавно. Вот, конечно, очень весело. Пандемия приколов нам подкинула. Подруга подкинула проблем. С***. Да. У нас вот состоялся концерт в Санкт-Петербурге в клубе «Аврора». Такой крутой тысячник. Вот. Было 200 сидячих мест. И это, конечно, это очень сильно психологически давит на артистов. Потому что выступать в пустом зале – это круто. А когда там каких-то 200 человек, начинаешь переживать. Ничего не ясно. Ничего абсолютно. Но я сейчас сижу, работаю над материалом. Не прямо сейчас. Сейчас я даю интервью. Кто там подумал, возможно. Нет. Хотя в голове процессы идут. Идут в *** рифма, например. Екатеринбург. Потому что типа Екатерина, Катя, девочка. Опять ты думаешь. Екатеринбург. Екатеринбург у нас вот почему-то… У нас был концерт в феврале, по-моему, в Екатеринбурге. Да, уральский тур. В феврале прошлого года. Да, да. И у нас почему-то это запомнился как самый лучший концерт в нашей жизни. Потому что как-то было именно идеальное состояние нас. Мы вполне себя неплохо чувствовали в тот день. На уделение. Потому что февральский тур был жесткий, да, чувак? Вот это было круто. Реально. Особенно тут. Куча телок. Да. И денег. И наркоты. Наркоты не было у нас. Братан. Вообще-то да. Ладно, почему-то, в общем, атмосфера была настолько крутая в Екатеринбурге в тот раз, что вот отметился тот город, тот концерт, как самый лучший. А двойной концерт в Казани? Двойной концерт в Казани — это очень стыдно. Ну, потому что так много было меня для Казани, что, мне кажется, переборщили мы. Передоз был олимпосов. Мозги могут плавиться, начать. Ну, все-таки это большая ответственность очень. Очень давление ты испытываешь. Причем ты его испытываешь не от каких-то конкретных вещей, а просто от того, что... Ну, мы творческие люди, и у нас восприятие вещей немного иное. То есть это же не работает. Я, например, не... У меня не ежемесячная зарплата, у меня проблемы немножечко другие. И в какой-то момент я столкнулся с тем, что я очень сильно ментально выгораю в плане... Начал ощущать это физически. Ну, началось с того, что я типа там... А, нет, другой случай. Другой случай. Точно, чувак. Вот это было охуенно тогда. Очень сложно быть артистом, очень сложно в психологическом плане. И нужно быть очень сильным именно человеком ментальным. А так, не так все очень круто. Никаких проблем. Да я думаю, это просто как акклиматизация некоторого рода происходящая. Просто более длительно, чем, например, если я езжу на море. Ну, если я езжу на море, у меня понос всегда. И много-много блевать не... Конечно, только про телок, про бабки и про тусы. Да нет, на самом деле, ну, мои песни — это какие-то пережитки мои эмоциональные, которые я пропускаю через вот эту призму, которая находится у меня примерно где желудок. И она вот этот вот сигнал конвертирует в стихи, а руки... Ну, где-то, да, чувак. Чуть ниже. Она это все конвертирует вот в стихи, а руки потом занимаются мастурбацией. Нет, потом пишу музыку и как-то вот в это я нырнул лет в 15 и до сих пор... Ему ***. Он пишет, что хочет. Я ни разу такого не говорила. Скажи, крутая старая поговорка. Реально. Ну, я могу со временем просто сам что-то переписать, если мне будет бесить какая-то строчка. Или просто не выпустить песню, например. Да, у нас так очень много песен. Катастрофически много песен просто не вышло, потому что они перестали мне нравиться. На одну был снят клип. Да, даже клип не вышел. И песня. И песня тоже, соответственно. Леонид, как у вас с образованием? Я на сварщика учусь. На сварщика. Крутое слово, брат. Нет, ну на самом деле, что я закончил 11 классов. И все. Я закончила музыкальную училищу. В этом году сдала государственные экзамены. И сдала достаточно прилично. Насколько? Хорошо. Неожиданно для себя. Очень мне помогла в этом наступившая пандемия, потому что занималась я на музыкальном инструменте намного больше, чем когда-либо за весь свой период обучения. Из-за этого хорошо сдала экзамены. Я считаю, что образование важно для того человека, который хочет себя в нем как-то показать и найти в будущем. Если человек себя в этом не видит и просто... Что? Ничего. Просто так. Вы знаете, как для меня это тяжело всегда говорить. Ну в школе, в школе, в школе мы с Лёней сидели периодически. В какой-то момент... Нет, просто я уже находясь в 8-9 классе, я понял, чем я хочу заниматься. Я хочу писать песни, хочу стать артистом, хочу дарить людям вот эту энергетику. И когда я это понял, я понял, что мне надо там сидеть. Но при этом мы сидели. Да, мы сидели, потому что наши родители были против рока. А не за рэп. Но сейчас родители за рок, кстати. Почему-то. Оказались правы мы все-таки. И заканчивал школу, я реально просто приходя туда... У меня была такая одна большая тетрадь для всех предметов. Я не носил рюкзак. Ну и мы и там рисовали члены только сегодня. Так что особое образование мне ничего не дало. Но я стремлю к саморазвитию. То есть я развиваюсь для себя в тех сферах, которые мне интересны. Например, ядерная физика. Я знаю очень много об ядерной физике. Слушайте, ну ядерная физика — это физика, которая ядерная. Просто и ничего. Изучает ядерную? Ядерную. Ядерность, она очень ядреная физика. Вот, в общем, такие дела. Очень нравится тема космоса мне. И зомби. И зомби. Но зомби не поизучаешь, потому что это все-таки вымышленная... Ты мечтатель? Я мечтатель. Фантазер. Как тебя зовут? Меня зовут. Меня зовут Дай зажигалку иногда. У меня все нормально. Я поступил вместе с ним, если быть честным, на музыкального учителя. Не срослось у нас. Он через два месяца перестал ходить. Я через полгода. Недавно пришел, меня выгнали и сказали, ты здесь больше не учишься. Мама, прости. Я закончил 11 классов. Из-за того, что наступила пандемия, я решил не поступать никуда, потому что это сложно. Ну, сложно в плане геморно-дистанционное обучение. Ну, реально геморно, мне не нравится. И я решил не поступать никуда. Решил поступить как мужчина. И все карантинное время занимался с собой, барабанами. А в будущем хочу поступить в музыкальное училище в Москве, в Санкт-Петербурге. Очень сильно хочется этого избегать. Я обычно, когда возвращаемся с гастролей, я удаляю себе с телефона на три дня все возможные инстаграмы, вконтакты. Только телеграмм оставляю, потому что по работе общаюсь с телеграмм. Потому что телеграмм крутая соцсеть. Ну, тупеж. Вот тупеж, наверное, от него зависимы все. Вот настолько уже это все проработило человечество, что ты просыпаешься, ты начинаешь что-то листать уже автоматически. Вот я столкнулся с этим, когда первый раз начал практиковать вот эту тему с удалением с телефона всевозможного из этой шляпы. Я просыпался утром, брал телефон в руки и просто листал вот эти экраны. И я не понимал, зачем я это делаю. Господи, что ты совсем идиот. И поэтому, наверное, могу от лица группы сказать, что да, мы зависимые от соцсетей. Мы зависимые от соцсетей. Ну, я думаю, что все стараемся ограничивать себя. Да, в общем-то, вху эти соцсети. Ребята, давайте читать книжки. Читать книжки — это прекрасно. А ты читаешь книги? Я — нет, потому что я прекрасен и без чтения книг. У меня... Нет, Даняка читает очень много. Даняка очень много читает у нас, на самом деле. А у меня есть любимая книга, которая называется «Последний альбом». Ее написал Павел Тетерин. Это экс-барабанщик группы Noizmc. Это «Постапокалиптика». Я очень люблю «Постапокалиптику». И, на самом деле, какое-то количество книжек про постапокалиптику я прочел. Очень люблю такие самые сдацкие версии сталкеров всевозможных каких-то. И все такое. Люблю, люблю, люблю. Мне написали как-то с менеджмента, что, чувак, надо скачать тебе TikTok, установить, потому что это сейчас самая широко действующая соцсеть. Я такой, ну, давайте скачаем. Я скачал и понял, что абсолютно не моя тема. Я очень не люблю, на самом деле, всю вот эту перламутровую движуху на щеках. У Лёни каждый раз. Ладно. Канапушки. Канапушки, да. Нет, господи, что вы опять? Не очень люблю я вот эту всю показушность, свойственную всему шоу-бизнесу нынешнему. И не очень себя как-то к ней отношу, если честно, стараюсь. Вот сегодня на интервью решили повеселиться немного. Так, а тут вопрос становится о том, а что ты хочешь, заниматься продвижением или ты хочешь заниматься творчеством? Я не вижу ничего прикольного, если тебя слушает очень много дебилов. Я вот не хотел бы этого. Мне всегда хотелось, чтобы моя аудитория ценила меня как личность, чтобы им было интересно следить за мной как за развивающейся личностью, потому что я же чувствую, как, например, я расту там в той или иной сфере. И как бы я хотел, чтобы меня окружали люди, которые тоже растут как-то в той или иной сфере. Абсолютно нет цели обогнать кого-то по количеству просмотров, подписчиков и так далее. Это не самая интересная вещь в жизни, мне кажется. Я бы вот очень хотел, например, увидеть... Я ни разу в жизни не был за границей. Вот, у меня есть такая фишка. Я приколист. Я очень хочу увидеть такую прям обложку баунти. Пальмы, кокосы, пляж, океан. Вот, я... Если сделать выбор, чтобы у нас сегодня в группе добавилось 100 тысяч подписчиков, или съездить куда-нибудь, где пляж, пальмы и океан, то я бы выбрал 100 тысяч подписчиков. Было какое-то интервью самодельное, где про нас писали факты. Помните? Нет. Нет, расскажи. Ну, где Даня самый скрытный, самый такой скрытный персонаж. Мы с Давидом скрываем, что находимся в отношениях. Такая... А, ну, типа, какая-то тема фанфика всяких таких прикольных. Ну, вот, все почему-то думают, что мы с Леней геи. Да, Даня с Лизой встречаются. Да. Но мы с Леней не геи, честно. Мы с Лизой тоже не встречаемся. Не знаю, ну, пиши комментарии. У меня, на самом деле, очень малых хейтеров. Я вот... Причем, я могу их пересчитать по пальцам, которые вот... Ты их банишь. Нет. Ну, у меня есть такая тема, если кто... Я очень люблю людей, которые соблюдают субординацию. То есть я, в принципе, вне вот всей темы там всяких лицоторгованных интервью. И это не в обиду. Не в обиду никому, ничему. Просто я всю эту движуху с накрашиванием лиц и вопросом, почему группа называется «Папин или пост» отношу вот к работе своей. Вот. А за работой своей я... Я всегда... Я очень хорошо... Меня очень хорошо воспитали мои замечательные бабушки. И то есть я всегда здороваюсь со всеми. Всегда очень доброжелательно. Если человек как бы мне... Ну, привет, как дела? Все круто. Вот. И очень люблю, когда люди не соблюдают субординацию. То есть вот у моих сверстников почему-то очень модно с абсолютно незнакомыми людьми общаться, как будто вы очень хорошо знакомы. То есть там веду какой-то эфир в Инстаграме, и мне пишут там какую-то вещь, как бы, типа, «За***л, когда новый трек?» Вот. И как бы я понимаю, что в этом нет никого негативного посыла. Он типа, «Эй, за***л, когда моя песня?» Вот. Но для меня дико, например, как можно незнакомым... Просто в районе, где я выра... Мне бы снесли и б***ли просто. Если бы я сказал кому-нибудь, чувак, «За***л». Вот. И... А, я про хейтеров начал рассказывать. Как правильно? Хейтеров или хейтеров? Да, вот тоже... Хейтеров? А, чё он так говорит по-конченному? Чё, окей. Правильно говорить «хейтеры». Потому что он по-английски уже «хейтерс». Хейтерс, да? Вот, короче. Поэтому правильно говорить «хейтеры». И я обычно, кто со мной не соблюдает эту субординацию, я просто блокирую. Ну, скрывают у них прямые эфиры, там, и стоят все такое. То есть их не так много. А есть такие прямо хейтеры, которые, типа, вот, прям заходят и прямо там «Я е***л твою маму!» И вот он ждёт реакции какой-то. Я на это смотрю, он говорит, это же просто глупо выглядит. У меня всегда это выглядело глупо, потому что непонятно, на какую эмоцию он хочет меня вывести. Типа, он думает «да, б***ь, нет, ты е***л мою маму!» Типа, такого же не будет, поэтому, ну, это глупо. И есть несколько таких чуваков, которые реально периодически заходят, я их не баню нигде. Я с ними общаюсь, говорю, ну, давай, на увеличение, типа, интересно. И то есть их знает вся моя аудитория, так же, мы там в Инсте сидим на эфирах и всё такое. И я к этому отношусь тоже, ну, как такая, типа, рекламная пауза в жизни. То есть посидеть, постебаться. Ребята не дадут соврать, если мне кто-то крикнет со сцены. Давид крикнет в ответ. Да, я могу сказать. Человек будет послан, м***ь, моментально. Вот, и тоже их банят на концертах прям, да. Вот, а если это какое-то, типа, «эй, чувака», там, ну, я всегда стараюсь отвечать, почему. Ну, бывает, конечно, перегибают палку. Когда перегибают, палку не люблю. Развязать шнурки или что-то такое. У нас был случай в Туле, по-моему, девочка. Ладно, если бы она просто дёрнула и всё, нет, она такая смотрит. Я была официантка, у меня нога на мониторе, я весь такой, х***, играю в песню. И девочка, я свижу её, кроме взгляда, она такая, показывает мне на шнурки, говорит, а можно я развяжу? Я говорю, х***, не надо её, не надо развязывать шнурки, зачем? Она такая, ага, и потянула. И, короче, вместо второго куплета я как-то попытался в рифму её послать на х***, да. Вот, и потом, потом была прикольная, прикольная ситуация, была то, что там началась какая-то потасовка в зале, начали кричать, типа, «э, я за это заплатил деньги!» Я попытался ему корректно объяснить, что тебе, чувак, ты заплатил деньги за то, чтобы, ну, прийти на концерт, послушать музыку, повеселиться. И там началась какая-то прям потасовка, начали что-то толкаться, расходиться куда-то. Вот я такой, б***ь, сейчас будет первая драка группы с аудиторией, давайте! Но в итоге никто не вышел, никто не вышел. Очень жаль. Никто не вышел. Я очень жду этого момента. Ну, конечно, прямо как Мотли Крю прямо. Ну, я маме ипотеку закрываю. Ну, это вот с первой прямо крупной котлеты, которая мне вот именно разом пришла, разом, я, ну, предпринял в это, в этот, в этот вектор, короче, направление, принял вектор действий, б***ь. Ну, короче, поняли все, да? Вот, так, ой, не знаю, я транжиры, п***ь, я не умею копить вообще. У меня появляются деньги, я их трачу сразу. Вот, ребята не знаю, на что. Я тоже ремонт на кухне дома сделала маме в подарок. Вообще тоже на какие-то домашние нужды, наверное, и на себя. Я не помню вообще. Они тоже так улетают, ну, там что-то родителям отдал. Как улетают, покажи. Боже, как улетают у тебя. Ну, так. Пожалуйста. Не, гитара хочу купить, пожалуйста. Я куплю себе очень крутую машину. Самая комфортная сумма денег, которая должна быть, это вот, чтобы тебе хватало заплатить за квартиру и что покушать на месяц. Вот, если вот у меня столько денег, то я себе, ну, я очень комфортно себя чувствую. Если их, короче, больше, это сразу провал. Ну, потому что деньги меняют людей, деньги действительно заставляют тебя мыслить иначе. Вот, и с деньгами нужно быть очень осторожным. Хорошо, когда они есть, но... Мне кажется, тогда, когда ты ни в чем себе вообще не отказываешь. Вообще. Захотел, купил. Вот поняли, у них не было больших денег еще, короче. Один раз было. Пять тысяч рублей нам заплатили. За первый наш концерт живой? Да. Мы пошли их и пробухали. Прямо через час. Так так было и с большими деньгами. Там уже за двое суток. Ну да. Я не знаю. Он может один все рассказать. Я не знаю. Не знаю. Что? Можем поговорить на эту тему, Давид? Не ебать мозги, относиться с уважением к человеку. И это все-таки ответственность. Как бы нужно и себе отчет отдавать. И все тогда будет хорошо. Конечно, на первом месте стоит любовь. Я верю в любовь. Я верю в чувства. Я считаю, что если оно присутствует, и оно искреннее, то все может быть хорошо, если оно искреннее с обратной стороны тоже. А вообще, ***, полная, конечно. Я, ***, спотыкнулся сильно на этой теме. Вот. Но что я могу сказать? Я могу сказать, что любая неудача, это... Она способствует личностному росту. И поэтому не переживайте, брошенные девочки. Пожалуйста. Не переживайте. Все будет хорошо. Я романтик. Я люблю любить. Я люблю любить. Мне очень нравится испытывать эмоции. И дарить их. Поэтому могу сказать так. Что сейчас мое разбитое сердце волокнами надежд обволокнено 100 тысяч рублей можно. И я пойду уже отсюда, пожалуйста. Он занимается всеми этими вопросами здесь. Ну, как-то так. Вообще, тема отношений очень больная лично для меня. Про нее может рассказать Леня, например. Вот ему вообще ***. Я вообще об этом не думаю. Не знаю. Я никогда себе этот вопрос не задавал. Мне ***. Я сейчас ничего не хочу. Мне без отношений ***. Я о другом думаю. О машинах. О машине, да. Как ее там заделать. Что там, куда. Мне на это все равно сейчас. Оно ко мне придет еще, наверное. Вот. Правильная позиция, кстати, да. Твое к тебе придет, а не уйдет от тебя. Время. О чем не переживал. У меня все хорошо. У Лизы замечательный парень. Даня. Мы передаем тебе привет. Знаете, как-то так сложилось, что вот... Нет. Нет. У меня действительно есть парень. Молодой человек, который зовут Даня. И как так сложилось, это я сейчас не хочу тебя никак восхвалять. Ни в коем случае. Но Даня очень классный человек. Даня классный человек, потому что когда он появился, мы все-таки как... Ну, конечно, тебе еще опи***ло, но Лизу мы любим. И как бы чувствую некоторого рода ответственность за нее. И как-то вот с появлением Дани в жизни Лизы не было у нас никаких сомнений, что... Все окей. Все окей. Тюнинг это ***. Я бы хотел изменить себе. Ты уже так делал? Нет, нет, я уже так делал. Я понял. Не знаю, мне кажется, что мы очень красивые. Вот все в группе. Как-то вот, как на подбор, вот очень красивые. Я не знаю, если речь идет о всевозможных изменениях каких-то частичных, там, а-ля пирсинг к цвету волос, то это все по настроению. Вообще, я считаю, что самое крутое, что может быть в человеке, это татуировка двух собак вот здесь. Не, у меня нету такой татуировки. Я просто сейчас очень охуенно подкадрил кое-кого сейчас, даже не представляю. Скажи, вот это было реально круто. Я оправдал себя, что ты не толстый. Я не толстый. Я сейчас очень сильно собой горжусь. Я сейчас сделал круто. Я сделал круто сейчас. В штанах все выросло раза в два, наверное. В штанах ничего, к сожалению, не выросло раза в два у меня. Я такой, какой я есть, мне так з***ть. Я не хочу как-то там себе что-то увеличивать. Ну да, там, не знаю, банки хотел бы себе накачать максимум. Но, блядь, ничего бы я с этим не сделал. В натуре. Да, а потому что оно все в будущем придет. Ну, сейчас мне 19 лет. Вы заметили, у него все придет. У меня все будет в будущем. У меня все будет хорошо. Вообще у меня все будет хорошо. В себе я не хотела бы ничего менять. Наоборот, хочу прийти к тому изначальному варианту, которым я была. Я не хочу. Хочу, чтобы у меня отрос мой цвет волос. Хочу еще меньше красить и пользоваться косметикой, чем оно есть сейчас. Чтобы показывать ту природу, заложенную природой в меня. Природная красота. Да. Ты естественная, такая, какая ты есть. Это самая лучшая твоя красота. Ну вот Лиза, Лиза, может, мы, когда выступали на вечернем Урганте, мы очень смешно оделись. И Лиза не хотела одеваться так же. И там был прямо в гостинице такой скандал, типа, я не буду, я не хочу. Это первый канал. Ну да, так и такое было. Вот, вот такие приколы. Меня лично они могут вымораживать иногда, но я, с другой стороны, Лизу люблю больше всех. Да никак. Никак она выступала, как хотела. Она выступила, в чем хотела. Ну я так повязала бандану себе на шею. Неопрятно. Да, неопрятно. Это был настоящий панк-рок. Это был панк-рок. И песню мы там играли тоже вообще. Просто супергрязь. Супергрязь, а не песня. Я придумал. Давай. Меня раздражает Леня. Машины. Ах ты, ***. Зачем машины, да? Не трогай святое. Снич. Я еще подумал. Два тоже нормально. Да. Ты артист. Ты здесь правила устраиваешь ты. Знаешь, в чем прикол я подумал? Вот я рядом с тобой сел, а ты больше всех разговариваешь. А я вот не хочу разговаривать. Ну, Ваня, я не умею разговаривать. Понимаешь? Не умею. Я вот здесь вот сижу вот так вот. И вот так вот. И вот так сижу. Я понял. Понимаешь? Представь, вот так вот сижу. Представил? Ну, ты отвечаешь за эстетику сегодняшнего интервью. Я стул. Так, сижу. Так, меня раздражает Леня. Я не знаю, что меня много чего раздражает. Я очень раздражительный чувак, на самом деле. Меня раздражает, когда люди... Безответственность меня раздражает. Которая во мне тоже присуща безответственность очень сильно. И она во мне меня тоже раздражает. Но больше в других людях. Наверное, меня раздражают люди. В первую очередь. Я очень такой чувак, вообще, на самом деле, домосед. Я сижу, пишу музыку, работаю сам по себе. Хочешь тоже так поделать? Нет, хочу отобрать. Меня раздражает периодически собственная лень. И когда вещи лежат не на своих местах. Мне очень хочется всегда каждому месту найти... Каждой вещи найти свое приспособление и положенное для нее место. Ален, про машину давай. Меня очень сильно раздражает, когда я занимаюсь машиной. Я чиню ее. Ко мне подходит бабушка или там кто-то еще. И начинает меня там... Это вот здесь, это вот сюда. Я сам узнаю, что куда. Не надо ли ко мне лезть, когда я чем-то занимаюсь. Ну, условно, люди просто, которые лезут ко мне, когда я что-то делаю. В машине. Именно особенно в машине. Да нет, в принципе. Даже как я сейчас перебиваю тебя на голову. А мне п***. Меня бесит Давид. Меня бесит Леня. Ты больше не в группе. Ты тоже. Давай на камень-ножницы. Нет? Давай. Камень-ножницы-бумага. Ты не в группе. Ладно. А у тебя получится в группе без меня, наверное? Я к тебе потом в группу пойду. Ты меня к себе в группу возьмешь? Не кончать. Быстро. Нет, а если серьезно? Да нет, серьезно. Я бы хотел какие-то махинации со временем проводить. Вот именно. Чтобы не было возможности вернуться в прошлое и что-то сделать. А вот, например, чтобы оно замерло, я полежал, подумал над какой-то вещью. Я думал, ты сейчас скажешь, что перед тем, как кончить, ты хотел бы вернуться обратно в прошлое и замерся начать. Нормально. Нет, ну не знаю. Ну или, например, летать я бы хотел. Как птица. Вот мы едем в этом автобусе, воняй, а ты летишь. Не знаю, ну это же очень искушающий вопрос. Я не знаю, какую сверхспособность я бы хотел. А я бы хотела бесконечные возможности своей памяти, чтобы я запоминала, что. Что? Это очень плохо. Ну, это сложно. Ты прикинь, как сложно помнить все. Есть чувак. Я вчера смотрел какую-то научную тему. Был чувак, который именно не помнил там дальше 20 секунд, а был чувак, который именно помнил все. Вот он, и он реально там предпринимал какие-то, короче, шляпы, чтобы забыть что-то. А я хотела бы разграничивать. Я бы хотела не забывать, к примеру, то, что прочитала, чтобы потом через 10 лет не возвращаться к тому, помнить свою эмоцию, что мне это понравилось, но не помнить содержание. Он, наверное, помнит эмоции. Возможность вспомнить эмоцию ту или иную, наверное, прикольная сверхспособность. Давайте на ней остановимся с этим вопросом. Лень, у тебя? Да мне вообще все, ***, ко мне все впридет в будущем. Чувствовать запахи через фотографии. Охо! Серьезно, это интересно. Ее, ***, это такой классный. Может, тебе кофе принести? И книжку. Что ты снюхаешься, ***? Ай, я не об этом подумал, нет. Нет, не об этом подумал. Я про цветы? Ой, что ты несешь? Вот это. Я хочу стать президентом этой страны. Не получится, чувак, не получится. Все будет в будущем. Все уже предрешено. Нет, мне кажется, что это... Да ничего не поменяется мы такими же веселыми чуваками. У меня политика жизни такая, что я хочу в 40 лет смотреть на это все и улыбаться. Вот это было весело. Типа, мы не страдали ***. Да? Мы именно... Я счастлив сейчас. Я счастлив сейчас в этом моменте и хочу через 10 лет примерно вот в каком-нибудь таком же месте с вами всеми встретиться и дать какое-нибудь *** интервью. После этих концертов. Ну да. ***, ты тупик. Как круто попал, скажи. Он не хотел тебя видеть, правда. Да, я с тобой просто... Да, я... Все. Да, нет. Дать какое-то веселое интервью через 10 лет. Такого же формата, как сегодняшнее. И все, и жить дальше, надеюсь. Прогрессирующий, развивающийся... А у меня будут жена и дети уже через 10 лет? Я не знаю, Давид. Ну ладно. Мне кажется, нет. Я надеюсь. Как ты захочешь. Чтобы все у тебя было так, как ты хочешь. Все придет еще. Все придет потом, я понял. Да, нормально все будет. Группы, не потерявшие себя. Группы, которая будет развиваться на протяжении существования команды. Чтобы был успех у нас со всех. Чтобы вы не ссорились. И развивались все вместе. Вы знаете, мы эту девочку позвали специально, чтобы вы улыбались. Просто. В этом речи. Я задумался, вот, либо через 10 лет, ну, будем каким-то говнорям, которые все не любят. Либо какие-то прям фирмачи, которых, ну, любят и не любят. Ну, как сейчас. Да. И интересно. Мне кажется, мы будем говнорями-фирмачами, которых все и любят, и не любят. И вообще плевать, любят кто-то вас или нет. Будьте хорошим человеком. Самое главное в жизни это коннект с внутренним самим собой. Вон, переводишь. Самое главное в жизни это любить и быть любимым. Любить всех на земле. Даже пи***цов, которые тебя бесят. Кстати, я официально отрекаюсь от этого. Я не буду любить пи***цов, которые меня бесят. Все мы в мире пи***цов. Братья. Нет, ты мне не брат. Вот вообще не брат, чувак. Потому что ты таджик. Для меня сложно ответить на такой вопрос. Но первое слово, которое у меня возникло в голове, когда вы задали вопрос, что самое главное в жизни, это слово хотеть. А чего хотеть, непонятно. Как это скажет нам Даня. Она неуверенно хочет. Дымница. Самой жизни. Получайте давать. Наверное, жить. Хотеть жить. Ну, жизни. Я ли хочу нюхать фотографии? Вова, наверное, хочет. Да Вова там обнюхался. Я не могу ответить на этот вопрос. Спасибо. Прикольное интервью. Страна ФМ! Страна ФМ! А есть такие темы? Прикольное интервью.